Движение по шести полосам московского моста будет открыто уже в конце ноября. Реконструкция объекта вышла на финальную стадию. Сейчас подрядчики укладывают асфальт. Ход работ сегодня проинспектировал глава региона. Проблем нет по финансированию? Есть вопросы? Нет? Да, да, да. Там все в ритме. Задерживать не должно быть. То есть реально все надо оплачивать, проплачивать. На реализацию проекта направили более полутора миллиардов рублей. Новый мост разгрузит потоки машин. В обе стороны по три полосы. Сегодня во время реконструкции это пробка, да, определенная, значит, часы пик бывают. Они сейчас расширяют дорогу еще для того, чтобы было комфортно водителям проезжать и соблюдать вопросы безопасности для пешеходов. До улицы водопроводной около 5 миллионов выделили из городского бюджета для того, чтобы создать комфортную среду. И мы сейчас сегодня определили по дате открытия, 27 ноября мне доложили, даже раньше предусмотренного государственного контракта строители готовы сдать этот объект уже полностью в эксплуатацию. При возведении московского моста подрядчики применяли высокопрочные материалы из монолита. Срок службы не меньше 100 лет. По пролету моста и пролету путепровода будет уложено два слоя асфальта. Для пешеходов будет установлено барьерное ограждение и со стороны конуса перильное ограждение. А в городе спутники реконструируют мост по улице Советской. Здесь тоже обновляют покрытие. Стоимость муниципального контракта 30 миллионов, но эффект от проведенных работ более весомый. В ночь в Оксарске ликвидируют аварийный участок. Реально по объемам. Когда вы можете начать и работу завершить? Первый ноября. Первый ноября. Препятствия какие? Пока никакие. На финальном этапе и благоустройство набережной Волги. За этот проект проголосовали горожане. Комфортной прогулочной зоны муниципалитету не хватало. Подрядчики продолжают укладывать тротуарную плитку и устанавливают фонарные столбы. Набережную Новочбоксарска теперь не стыдно и туристам показывать. Здесь подходят у нас люди, красиво, знаковое место. То есть востребованное место, да? Да, востребованное место. Востребованное у горожан. Хорошо. Это первостроители попросили установить? Там вот до конца все же асфальт положили практически. Ну сейчас как раз ведутся работы. Бордюры мы установили. Будет укладка асфальта до конца, до верхней Волжской набережной. Крайний срок благоустройства набережной 15 ноября. Но сдать работы подрядчики обещают раньше намеченной даты. Дмитрий Ковалев, Мальвина Петрова и Александр Петров. Республика.